Важный момент, уже затрагивали его, что невозможно счастья добиться в жизни, если вас мучает нелюбимая работа какая-то. Это вот такой важный момент, собственно. И вот о нем сегодня побеседуем с нашей гостью, Елизавета Пистера, карьерный консультант, профориентолог. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, собственно, вот как человек, который с этим делом разбирается, вот на самом деле просто, может быть, работа не является таким главным, одним из основных критериев счастья? Или является? Ну, на самом деле, вот если мы говорим о параметрах счастья, то, что в комплекс вот этот входит, когда мы проводим там различные опросы, то работа всегда один из пунктов. Нельзя сказать, что прям счастье, но удовольствие она скорее должна приносить. Что сделать тогда, собственно, вот чтобы она приносила удовольствие? Здесь, наверное, я бы сказала, что все-таки главное знакомиться с собой. Нельзя выбрать работу, подходящую себе, если ты не знаком с самим собой, какой ты, что тебе нравится. Ну, а как можно вот познакомиться? Я, например, смотрю в зеркало, я не понимаю, да, там, здравствуйте, я Настя, я не знаю, кто я. И вот что мне может помочь определиться, чем я хочу заниматься, к чему у меня есть способности, склонности и так далее, мои психологические какие-то моторчики. Ну, здесь тоже несколько моментов. Если мы задумываемся об этом раньше, и, собственно, вот сейчас про это очень много тем для родителей, то есть как в ребенке с самого начала, да, с детства разглядеть эти моменты. И если, в принципе, мы внимательно ребенку возвращаем про него какие-то истории, что заметь, сейчас ты про это, сейчас вот ты вот так сделал, а про что это для тебя? Если ребенок учится рефлексировать, он уже к 15-16 годам, в принципе, более или менее может определиться. Но мы-то понимаем, что наше поколение, условно, через такую рефлексию, конечно, не приходило, нас никто не учил, мы такую профориентацию не имели возможности пройти, условно, какие сейчас есть. И поэтому, конечно же, теперь часто нам приходится знакомиться с собой через других. Замечать, фиксировать, отмечать при себе, условно, вам больше нравится работать с людьми или с процессами, или с документами? Вот если вам кто-то этот вопрос задаст, наверное, вы скажете ответ. Но если вам его никто никогда не задал, то вы даже об этом не задумываетесь. Логично? Да, логично. И таких моментов очень много. Есть люди, которые на результат работают, на цель, им всегда важны достижения. А есть люди, которые работают на процесс. Им не важно, что будет в конце, им главное, чтобы нравился сам процесс. Ну вот и получается, да, вот еще один вопрос. Так для чего нужно работать? Для денег, да, или для счастья? И вот у каждого все-таки по-своему, да, кто-то ради денег, кто-то ради счастья. Да, вот как вот в процентном соотношении, кто все-таки ради денег или для счастья? Или нет, надо было еще третий пункт. И для денег, и для счастья. Так честно. Понятное дело, что все третий пункт. Но на самом деле, когда говорят, что можно работать там вот просто за удовольствие без денег, это всегда временно и проходящее. Долго на волонтерских основах я не видела людей, которые бы всю жизнь работали бесплатно. Кто-то их все-таки должен условно там содержать, обеспечивать, одевать и так далее. То есть если человек о себе сам заботится, то, конечно же, деньги должны быть. Деньги – это эквивалент энергии. Ты вложил в процесс, они должны вернуться. Но если мы все ставим только на деньги и говорим о том, что, ну, работа не должна нравиться, лишь бы хорошо платили, здесь тоже, опять же, перекосы. Мы понимаем, что с течением времени деньги перестают радовать. И тогда человек приходит часто уже там в 45, в 50 за смыслами. Вот как раз коучем, консультантом, психологом. Мне кажется, иногда это даже приводит к каким-то болячкам, болезням, потому что вот работа не приносит, да, депрессию, что тут какие-то там антидепрессанты, да, начинаются, еще что-нибудь в этом психологии и так далее. Это сложно не любить работу, но все равно ходить хмуром постоянно. Ну, как сказать, драйвить на каком-то моменте, на каком-то этапе большие деньги, допустим, они могут быть таким драйвером, мотиватором. Но есть люди, в принципе, для которых мотиватор, ключевой мотиватор – деньги. Но с течением времени, когда основные потребности становятся закрытыми, всплывают какие-то другие смысловые, ценностные вещи. И вот тогда, если ты там просто зашел, как бы, эта тема вообще не для тебя, ты ее не разделяешь никак ценностно, то вот там люди задумываются. Часто бывает так, что уходят на менее оплачиваемую работу, но в которой больше смыслов и больше ценностей именно про них. То есть деньги драйвером постоянно быть не могут? Быть не могут, не могут. А вот скажите, вот если, например, я пришла работать, вот понимаю, что не мое, вот не нравится, я не получаю удовлетворения никак, мне нужно прям срочно как-то переформатироваться и уйти в другую сферу деятельности? Или все-таки как-то подстроиться, может быть, там, просмотреть? Почувствовать. Да, да, почувствовать. Может быть, ага, если я вот с этой стороны подойду к этой сфере деятельности, или вот с этой. Или прям конкретно, нет, не мое, надо менять. Ну, здесь тоже как бы важно понимать, почему не мое. То есть вот часто люди уходят из сферы, хотя на самом деле нужно было уйти просто с конкретного места работы. То есть сама сфера-то про человека, она совпадает, но, допустим, есть какая-то специфика на конкретном рабочем месте. Ну, условно, он сейчас работает в open space, он вынужден работать, а ему нужен изолированный кабинет. Но он не знает, что проблема, по сути, не в сфере деятельности, а в том, что место работы для него некомфортное. Бывают люди, для которых важен очень вид из окна. Вот это прямо не шутка, для них важно. И он не может сидеть в банке, в кассе, допустим, где это вот изолированная коробка, и ни одного окна, и там не видно, какая погода. Даже такой вот момент, как вид из окна, может, собственно, повлиять на вашу жизнь. Давайте вот последний вопрос. Вы счастливы той работы, которую вы выбрали? Да. Вот я могу сказать так, что я прошла несколько этапов как раз выбора, там, поиска, смыслов, ценностей, которые я вкладываю в работу. То, чем я сейчас занимаюсь, приносит мне большое спасибо. Спасибо большое, Елизавета. Елизавета Пистер, карьерный консультант, профориентолог, был у нас в гостях. Счастливый человек расскажет о том, как быть счастливым в своей работе.